Привет, ребята! Вы на канале Той Чай Кидз. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Друзья, сегодня мы играем в мою кофейню. Рецепты и истории. Одна моя подписчица просила, чтобы я передала ей привет. Айгерим Султан, привет! Прости, если я неправильно назвала твое имя. О, нам попался один алмазик. Это здорово, потому что алмазики тратятся почему-то у меня очень быстро. Так, ребята, я тут наняла еще одного помощника, еще одного Бористу. Он вышел у меня в 16 тысяч, что ли, монеток. Очень такой дорогой дяденька, но я думаю, что это хорошо, и он будет мне помогать. Еще одного я смогу нанять официанта, наверное, на этот раз, но только с 10 уровня, а у меня пока еще только 8. Ребята, кто-то просил, чтобы я показала, в каком я городке, и я решила сама посмотреть, в каком же я городке. И, в общем, я обнаружила, что я вообще ни в каком городке, то есть я могу вступить в городок. Так что, ребята, если вы хотите, чтобы я вступила в городок, где играете вы, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Я выберу самый интересный городок, который мне больше всего понравится, и вступлю туда обязательно. И об этом вы узнаете уже в следующем видео. Ну что, ребята, давайте посмотрим, какое же задание нам сегодня приготовил Диего. Примем заказ и назначим туда одного нашего баристу, наверное, вот этого нового. Или нет. Давайте назначим туда нашу Татьяну. Пусть она бегает, делает наши, ну вот эти вот все заказики. Это чай с лимоном, фараппе, американо с лимоном, пломбир с лимоном и круассаны с корицей. А мы пока что попробуем побеседовать с нашими персонажами, потому что я знаю, что они все хотят от меня много чего и поговорить со мной хотят. И нам нужно с ними побеседовать все-таки. Я знаю, что с нами хочет, ну, что нам нужно поговорить с Биллом и взять у него камеру. Еще с нами хочет поговорить Петрович. Давайте сначала начнем, наверное, с него. Петрович, чего вы подбородок почесываете? Да, на выходных в зоопарк ходил. Весело там, зверушки всякие. И? Одна горилла меня бананом угостила. Вы, наверное, удивились? Не особо. Думаю, побриться мне надо, наверное. Ох, ладно. Я думаю, что это все, что он хотел мне сказать. Ну, это, в принципе, замечательно. Давайте теперь поговорим с Биллом. Билл, у вас есть видеокамера, которую можно прикрепить на голову? Экшн-камера? Есть, конечно. Планируете экстремальный спуск с горы или прыжок с парашютом? Диего хочет снять, что он делает во время своих лунатических прогулок? Это ж настоящий фильм ужасов от первого лица получится. Только скажите, Диего, чтобы он не спускался в подвал проверить, что там за странные звуки. Не волнуйтесь, у него и подвала-то нет? Не знаю, но я уже представил и стало страшно. Аж захотелось капкейков. Почему капкейков? Я, когда ужастики смотрю, всегда беру пакетик с капкейками и уплетаю их, как попкорн. Приготовьте мне, пожалуйста, капкейк с лепестками розы и лимоном, и я дам видеокамеру. О, ладно. Ну что, давайте приготовим ему капкейк с лепестками розы и лимоном. Ваш капкейк с лепестками розы и лимоном. Спасибо. Кстати, я тут погуглил. Лунатизм, правильно называть, самнамбулизм. Его причиной может быть недосып, нервное возбуждение, усталость. А раньше считалось, что причиной была лунная активность. Интересно. Спасибо. Пожалуйста, передайте Диего, что он может взять у меня камеру. Хорошо. Диего, а вы где? А, вот он ты. Так. Билл даст вам свою видеокамеру. Отлично. Спасибо. План такой. Каждый вечер перед сном я буду ее прикреплять на голову и включать запись, а утром буду отсматривать, не повторились ли мои ночные похождения. Хорошо. А долго ждать придется, пока они повторятся? Сложно сказать. Давайте выполним три заказа. За это время лунатизм может снова дать о себе знать. О, ладно. Выполним три заказа. Ты что-то еще от меня хочешь? О, так мы же выполнили уже три заказа. Здорово. Ну, все действительно правильно. Я выполнила уже целых девять заказов. Так, Диего, мы выполнили три заказа. Отлично. Я рад, что ваш бизнес развивается. Как и мой лунатизм. У вас снова был приступ? Да, сегодня ночью. Я все снял на камеру, но полностью запись еще не смотрел. Побаиваюсь увидеть что-нибудь страшное. Как я пугаю прохожих или отключаю людям интернет, или еще что похуже. Давайте посмотрим. Вместе будет не так страшно. Фух. Ну, я включаю. Началось. Я ложусь спать в своем фургончике. Пока ничего интересного. Промотаю дальше. Слышны душераздирающие крики. Ничего интересного. Душераздирающие крики? Не обращайте внимания. Это мне от мамы смс-ка пришла. Я всегда на время Хэллоуина ставлю рингтон с криками. О, ровно в три ночи я встаю из постели и выхожу на улицу. Я такого не помню. Куда вы идете? Минут десять брожу по кладбищу, потом по бейсбольному полю, подхожу к человеку. Он меня не видит. Это же Ватсон. Он на службе пьет кофе с пончиком. Мои руки тянутся к его шее. А-а-а. Что там? Вы его укусили? Стойте-ка. Нет, я его не кусаю. Я молча забираю у него кофе и выпиваю его. Ватсон смотрит ошарашенными глазами. Дальше я возвращаюсь в фургон и снова ложусь спать. И как это все понимать? Надо разобраться. Не могли бы вы сначала приготовить мне американо с мускатом и сливками? Чтобы успокоить нервы? Нет. Чтобы я больше ни на кого не напал из-за чашки кофе. Ладно. Так, давайте посмотрим, есть ли у меня мускат. У меня нет муската. Нет муската. Как я ему приготовлю американо с мускатом, если у меня нет муската? Ну ладно. Давайте тогда сначала поговорим с Ватсоном. Ватсон? На вас ночью напал Диего? Да. Это было очень странно. Опишите, что произошло. Стою я на улице, несу усиленную охрану порядка. А вы разве не кофе с пончиком в этот момент кушали? Да, но вам должно быть известно, что кофе повышает реакцию. А сахар, содержащийся в пончике, кратковременно улучшает зрение в темноте и слух. Это был перекус во имя закона. Ладно, продолжайте. И тут подходит Диего. Молча забирает мой кофе, выпивает его, дает мне чаевые и уползает вдаль. Его шуточки зашли слишком далеко. О, все так серьезно? Так, друзья, давайте поможем нашей Татьяне выполнить заказ для Диего. А там, может быть, уже и посмотрим, может, мне что дадут, интересно. Ну, в общем, на пока что я с заказом заканчиваю. Я назначила двух человек, две баристы, выполнять мой заказ. Как раз осталось только фраппы и американо с лимоном. Пусть они бегают, выполняют. Это мы с вами пока посмотрим, что же нам хочет сказать какой-нибудь персонаж. Кстати, с нами хотела поговорить королева, но она куда-то ушла. Я искренне надеюсь, что она скоро вернется. Но пока ее нет, давайте откроем, наверное, подарок. Это один анис, три лепестка розы. Розу мне одевать некуда, поэтому я ее просто убираю. Потому что у меня и так их 10 штучек. Ну, вот и получается, что у меня теперь есть анис. Кстати, это очень хорошо, потому что аниса у меня вечно не хватает. Ну, я теперь зато наняла человека, который будет каждый день мне давать по одному анису. И я, в принципе, этому рада. Давайте, может, пока что посмотрим особенные заказы. Ну, вот, например, тибетский чай с анисом и корицей. Так, а Ватсону? Американо с мускатом. Муската у меня нету. Это очень плохо, потому что мускат мне действительно сейчас нужен. Ну, давайте сделаем тибетский чай с анисом и корицей. Готово. Ну что, Меридит, держи. Посмотрим, что же она еще хочет. Чистки с анисом, лимоном и шоколадным сиропом. А аниса больше нету. Очень жаль. За заказ мне дадут 2 лепестка розы. Это очень плохо. Давайте посмотрим, может быть, здесь у меня есть что-нибудь. О, кстати, здесь есть мускат. Давайте выполним этот заказ, потому что мускат мне действительно сейчас нужен, чтобы поговорить с Диего. Здесь необходимо сделать 6 круассанов с корицей, 5 макачино и 3 двойных эспрессо. Я сейчас этим займусь. И, наверное, обрежу этот момент, пока месь я его делаю. Ну что, ребята, я выполнила заказ по телефону и получила за него 1 мускат. Это замечательно. Мы пока поставим заказ на Батьян. Туда назначим, ну, скажем, официантку. Пусть бегает. А мы с вами поговорим пока с нашим графом Дракулой и с королевой, которая к нам вновь пришла. Ну что, королева, что же ты нам хотела сказать? А, привет, вы выглядите грустной. Рон почему-то избегает меня. У вас есть идеи, почему так получилось? Да, когда я волнуюсь, в моей голове что-то щелкает и рот сам начинает говорить. Ничего не могу с этим поделать. Я переволновалась, как дурочка, и начала нести всякие глупости невпопад. Тяжело поверить, что у вас есть такая проблема. Ну, должен же быть у меня хоть один недостаток. Идеальных людей не бывает. Думаю, это тоже можно исправить. Ой, а как? Хочу быть первой идеальной женщиной на свете. Возможно, стоит посоветоваться с Маргарет. Причем тут эта забавная бабулька? Она производит впечатление весьма уравновешенной женщины. Возможно, Маргарет знает какие-то хитрости. Поговорите с ней, пожалуйста. Хорошо. Я обязательно с ней поговорю, наверное, прямо сейчас. Вы знаете королеву? Местную светскую львицу? О, да. Думаю, в старости из нее будет сыпаться не песочек, а стразики. Вы знаете о ее небольшой проблеме с общением? Можете помочь? Я могу позаниматься с ней. В свое время мне приходилось много общаться и не говорить лишнего. Но занятия будут долгие и изнурительные. Я могу и не дожить. Разве что вы угостите меня круассанами со сливками. А другие варианты есть? Нужно отправить ее на курсы женского пикапа, чего хотят мужчины. Правда, это будет стоить 195 алмазиков. Мы приготовим вам круассаны со сливками. Замечательно. Скажите мне, когда будет готово. Да, 195 алмазиков у меня нету. Поэтому мы просто приготовим ей круассан со сливками. Пожалуйста, круассан со сливками. Вы обещали обучить королеву. Как говорят финны, чего-то там... Дорогуша, вы не узнаете королеву? Ладно. А королева мне теперь ничего не хочет сказать. А, вот. Маргарет нашла способ справиться с вашей проблемой. Правда, предстоит серьезно потрудиться. Пустяки. Я справлюсь с чем угодно. Вот три алмазика за помощь. О, спасибо. Ах, да. Мне же еще было нужно поговорить с моим Диего. А, он сейчас не хочет со мной разговаривать. Поэтому мы поговорим с Ватсоном. Ватсон, узнали что-нибудь новое о корице? О, да. Оказывается, она универсальная приправа. Ее даже используют как краску или маску для волос. И тут меня посетила мысль. Только не просите, чтобы вам присыпали голову корицей. Голову нет. Выпечку? Да. Можете приготовить мне парочку круассанов с корицей? О, это я могу. Так, круассан с корицей. Он же тебе нужен? Ага. У нас появились круассаны с корицей. Угощайтесь. Ммм, вкусно. Еще один факт о корице. Она способствует похуданию. Так что эти круассаны можно есть в любом количестве. Злоупотреблять все равно не стоит. Согласен. Кстати, присуждаю вам приз Алмазик за самую вкусную выпечку в городе. О, благодарю. Ну что, давайте посмотрим, что же тут уже приносила наша Татьяна. Так, ей осталось сделать 9 фраппе. Это, по-моему, очень много. Ну что, ребята, давайте тогда я сейчас быстренько ей помогу и доделаю их. И этот момент я, конечно же, опять же, обрежу. Кстати, мы еще пока что можем поговорить с Маргаретой. Она нам что-то хочет сказать. Давайте посмотрим, что же она хочет нам сказать. Итак, Маргарет, как дела у королевы? Пока никак. Она еще не успела приступить к занятиям. Давайте поговорим, когда я зайду к вам в следующий раз. Ладно. И когда же это будет? Сегодня или завтра? Так, Диего, что вы мне хотите рассказать? Разберемся с вашим лунатизмом. Ах, я еще не приготовила ему американо с мускатом и сливками. Давайте скорее займемся этим. Вот американо с мускатом и сливками. Так что с вами не так? Спасибо за напиток. Сразу спокойнее стало. Я запомнил, что во сне мне постоянно виделся плащ Дракула. Как его надеваю? Любуюсь им, показываю другим людям. Каким еще людям? Вы же по кладбищу ходили. Да, но во сне это был внутренний двор средневекового замка, где меня окружала моя свита, графы и графини. И кажется, в своем сне я был вампиром. Настоящим? Да, как граф Дракула. Плащ на меня оказывает сильное влияние. Я нападаю на людей, превращаюсь в вампира-лунатика. Только вместо крови хочется пить кофе. Кстати, почему именно кофе? У меня есть ощущение, будто я теряю чувство вкуса и аппетит. И, наверное, поэтому мне хочется кофе, бодрящий напиток с очень ярким вкусом. Может, просто снять плащ и покончить со всем этим? Эх, так не хочется выходить из образа. Но вы правы, выбора нет. Ладно, сейчас же снимаю. Ой, что такое? Застежка больно уколола. Но ничего, секундочку. Ай! Опять застежка уколола? Нет, просто вспомнил, как было больно, когда она уколола. Хе-хе-хе. А сейчас что? Шнурок. Хе. На шее. Хе. Душить начал. Да что ж такое? Как его вообще снять? Может, нужно получше изучить плащ? Согласен. Мне понадобится помощь Билла. Он уже в курсе происходящего, к тому же явно заинтересован в плаще. Наверняка согласится помочь. Я сам с ним поговорю. И когда ждать результатов исследования? Это дело не быстрое. Давайте выполним 15 заказов. За это время мы обязательно что-нибудь найдем. Тогда и поговорим. Ладно. 15 заказов это в принципе немного, потому что мне осталось-то их сделать. Это сейчас 10 заказ. И потом еще сделать 5 заказиков. Я думаю, что в следующем видео мы уже посмотрим, чем же закончится эта история. Или она только начинается. Так, ну вот, я сейчас сделаю последний заказ, последние фраппы. И, наверное, на сегодня мы закончим с этим. Ну что, ребята. Я выполнила 10 заказ. У меня их еще очень много. Но, слава богу, на этом мне дается еще 9 дней. И я думаю, что я все успею. Ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Обязательно напишите в комментариях, в каких вы городках. Может быть, в самый понравившийся мне я вступлю. Всем пока-пока.